За управление катером в нетрезвом виде его владельцу грозит солидный штраф. Однако хозяев дорогих игрушек он не пугает. Солнце, жара и алкоголь – вот главные причины гибели людей во время сезона малой навигации в Приморье. В этом году с мая по ноябрь инспекторы ГИМС выловили в акватории 65 человек. А вот 49 спасти не удалось. Почти половина из них были в нетрезвом состоянии. В карьерах было очень много в этом году тоже гибели. Там, где не рекомендовано не купаться, никто не знает, что там под водой. Но, тем не менее, люди зачастую пренебрегают этим. 10 ноября – официальное закрытие сезона малой навигации в Приморье. Нахождение в акватории залива Петра Великого на катере или яхте чревато штрафом. И серьезной угрозой безопасности собственной жизни. Ведь ветра стали значительно сильнее, а волны гораздо выше. Были случаи, но это из-за непогоды, неправильного ошвартовки судов, навалы друг на друга. Ну, они все, по крайней мере, были без каких-либо катастрофических таких происшествий, которые связаны либо с гибелью людей, либо с гибелью судна. Сегодня на учете в ГИМС стоят 37 тысяч маломерных судов. Летом 600-х владельцев получили от инспекторов протоколы за нарушение правил нахождения на воде. Не добавляют спокойствия сотрудникам МЧС и так называемые бананы и другие популярные водные развлечения. Катание на них – потенциальная угроза для жизни. Никаким требованиям безопасности они не соответствуют. Также у нас получилось, что активно развивается не в черте Владивостока, а в Хасанском районе подводная охота. Тоже такой вид спорта существует. Этим активно занимаются. Ну, естественно, разного рода гонки на виндсерфингах, на драконах разного класса. Также просто в этом году не было ни одного ни выходного, ни праздничного дня. Когда-либо не проводились бы какие-то мероприятия, которые мы обеспечивали. Несмотря на закрытие сезона, с наступлением зимы инспекторов ждет новая головная боль – любители подлёдной рыбалки. Людям можно будет выходить на лёд, когда его толщина достигнет 7 сантиметров. А вот автомобилям выезд на лёд запрещен. Однако этот запрет никто не соблюдает. В инспекции маломерных судов надеются, что краевые власти вернут штрафы за выезд на лёд. Возможно, такая мера остановит любителей экстремальных зимних забав.